Всем здравствуйте! С вами программа «Разговор по-мужски». С вами я, Сергей Одинцов. И у меня в гостях сегодня заместитель председателя Гродненской городской организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Александр Зуевич. Александр Александрович, здравствуйте! Здравствуйте! Ну что, впереди у нас знаменательная дата. 15 февраля исполняется 30 лет со дня вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Вот расскажите, что для вас эта дата? 30 лет? Все дальше и дальше уходят в историю те события, которые произошли 30 лет тому назад. Немножко забывается, но все равно это помнится. И та обстановка и в мире, и везде напоминают о себе и не дают забыть то, что было тогда. Война всегда это страшная вещь, неприятная, но у нее некрасивое лицо. Но эта дата дает еще раз возможность вспомнить своих товарищей, друзей, тех ребят, которые прикрывали спину. Ну, дружба армейская, и когда в таких тяжелых условиях приходилось быть, она не забывается, она помнится. Это дружба. Ну вот это самое главное, что... Ну, о дружбе мы с вами еще сегодня поговорим. Давайте вначале немножечко расскажите о вашей организации вообще. Кого она объединяет? Чисто ли Гродненцев или, может, еще и область? Хорошо. Значит, общественное объединение, Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане. Первично называлось, имело другое название. И вообще оно организовалось как клуб воинов-интернационалистов. В 1989 году, сразу же после вывода войск, ребята, потому что выходили и служили, ну, уходили на гражданку. Раньше намного некоторые, тот, кто был, скажем, в начале этих событий, то есть в 80-м, в 81-м году и так далее. Вот, и вот они уже находились здесь, в городе, и они вот организовали клуб воинов-интернационалистов. Первым председателем ее был Валерий Владимир Мороз. Вот, в последующем, в 91-м году была создана, уже переименовалась, значит, Ассоциация воинов-интернационалистов. В 99-м году было под руководством и по инициативе, значит, генерал-майора Сорокина, вот, было создан, точнее, поменялось свое название нашей организации и стало уже общественным объединением Белорусский Союз ветеранов войны в Афганистане. Это республиканская организация, значит, ее филиалы организации имеются в каждой области республики, в каждом районе и вот у нас в городе. Значит, в различное время нашей организацией руководили, городской именно, руководили такие товарищи, как Осохов, Аутка, Дадаев и Хацук. И вот в июне 17-го года председателем нашей организации городской избран полковник в отставке Кватанес Олег Александрович. Заслуженный человек, он во время войны в Афганистане занимал должность заместительного начальника разведки Сороковой всей армии. Наша организация насчитывает, кроме всего прочего, 17 первичных организаций, то есть по ЖЭСам, по воинским частям, на предприятиях. В частности, Азотовская организация очень большая, затем Пограничной группе первичной организации. Я же являюсь, кроме того, что зампредседателя городской организации, я являюсь председателем первичной организации Гродненской пограничной группы. В общей сложности наша организация, Гродненская городская, насчитывает в своем составе 740 человек. Хотя в городе проживает более 1200 человек воинов-интернационалистов. Ну, по тем или иным причинам. Некоторые не вступают, может, не считаются. А вообще, вот ваши задачи организации, что вы там обсуждаете? Значит, в первую очередь, это оказание помощи семьям погибших, матерям погибшим, инвалидам нашим. Так как много не мало, а вообще за войну после Афганистана у нас вот по Белоруссии стали инвалидами, то есть только по Гродненской области стало инвалидами 102 человека. Вот, 44 человека это инвалиды второй группы, 8 инвалиды первой группы. Есть у нас вот шесть человек в Гродно уже, инвалиды первой группы, которые из них двое лежачих вообще. Вот, а оказание им материальной помощи где-то... Медицинской какой-то, да? Медицинской, да. Помогаем, вот, обеспечиваем им, стараемся обеспечить их овощами на зимний период. Где-то помогаем, помочь тренажерами какими-то для поддержания физической формы, потому что человек не может сам не передвигаться там, ну, физически он мог поддерживать себя в надлежащем виде. Кроме всего прочего, это военно-патриотическое воспитание молодежи. Наши ребята выступают в школах, в колледжах, в университете. И вот я, в частности, в прошлом году проводил... А, да, значит, у нас имеется музейная экспозиция в музее в нашем историко-археологическом, который находится в Старом замке. Вот там один из залов, именно наша музейная экспозиция «Эхо огненных лет». И вот там я проводил мероприятия с курсантами нашего государственного университета. Выступаем по воинским частям, рассказываем о тех событиях, которые произошли, чтобы ребята знали. Это последняя, в принципе, война Советского Союза, где участвовало. И много героических вещей совершили наши солдаты там. Вот о чем говорит, к примеру, то, что 86 человек за время этой войны стали героями Советского Союза. В частности, кто-то с Гродно тоже, да? Нет, с Гродно ни одного, нет, но... В Белоруссии. В Белоруссии было, значит, два человека. Это белорусый Чепик, герой Советского Союза, десантник. Он служил в 103-й Витерской дивизии. Вот, посмертно ему присвоено звание Герой Советского Союза. И Щербакова Василий Васильевич, он вертолетчик. Вот. Бывший, ну, уже умер он, бывший командир Брестской группы, полковник Барсуков. Вот, его именем одна из застав Брестской группы носит его имя. Вот это цели нашей организации, то есть оказание помощи и военно-патриотическая. Просветительная работа такая. Да, и просветительная, и военно-патриотическая. Кстати, значит, в прошлом году, нет, даже позапрошлом году, произошла официальная, как бы, церемония передачи вот этой эстафеты военно-патриотической работы от ветеранов Великой Отечественной войны нам, нашей организации, Белорусскому Союзу, ветеранов войны в Афганистане. Вообще, на ваш взгляд, молодежь нынешняя, ну, начиная со школьников, да, заканчивая теми ребятами, которые уже призваны в армию, да, они охотно идут на такие встречи, они как-то взаимодействуют? Ну, знаете, они идут, может быть, не совсем большим таким интересом, но когда начинаешь им рассказывать, видишь, что у людей, у ребят загораются глаза где-то, значит, проявляется какой-то интерес, поэтому мы и стремимся. Я вам скажу, что когда первично начинаешь рассказывать эти события, они заинтересованы, им это как будто бы неинтересно. То есть об этом мало говорится в школе. И историки, видно, еще не созрели до того уровня, чтобы об этом рассказывать и так далее. И когда мы начинаем рассказывать, да, у ребят появляется интерес, заинтересованность какая-то. Мне приходится по роду, так сказать, этой деятельности встречаться и в трудовых, где-то в коллективах и так далее. У многих возникает вопрос, а что вы там делали, почему вот вам там такое отношение, и так далее. И вот когда начинаешь рассказывать о том, что было там, как это было, да, люди немножко меняют свое мнение. А вообще вам не кажется, что, ну, во всяком случае, вот вы уже обмолвились, скажем так, что не так уж и много, не так уж и частая такая информация. Вспоминаем в основном только вот в дату, в 15 февраля. В течение года как-то так все тихо, спокойно. Да, мы знаем это, мы стараемся, но, видите, хотелось бы, чтобы это было постоянно, и эта работа велась не то, что там целенаправленно, но мы проводим, я говорю. Выступают наши ребята и в школах стараемся. Когда появляется заинтересованность у руководителей этих школ, колледжей и так далее, мы сами пытаемся, ну, не всегда находим отклик у них и заинтересованность в том, чтобы мы выступили где-то и так далее. Ну, бывает, я вам скажу, что нельзя сказать, что вообще не ведется вот так вот только в дате. Появляются иногда статьи в периодической печати, в журналах о наших войнах, о тех событиях. Появляются, конечно, может быть, недостаточно, но все-таки они... Они есть, они есть. Мы, кстати, вот ведем у себя в организации, так скажем, подборку этих материалов, вырезки, газеты собираем и так далее, чтобы было видно. А вообще вот вы со своими, ну, членами организации как-то периодически, в течение года вот сами собой встречаетесь, вот какие-то устраиваете для себя лично? Ну, во-первых, двери нашей организации всегда открыты. Я напомню, что мы располагаемся в здании Ленинского администрации, кабинет 12, если кто-то из воинов, интернационалистов еще не знает. Вдруг захочет. Вот, кто не является, но захочет вступить и так далее, всегда двери открыты. И у нас они всегда открыты, когда люди приходят, поинтересоваться. Да это просто, извините, уже возраст у каждого. Если вспомнить, вот мы говорим о 30-летии, это 30 лет. Это самому молодому парню, сейчас уже 50, который там служил. Поэтому уже, а тот, кто пораньше и так далее, 60-70 лет. Иногда уже многие на пенсии, едет дома, неинтересно, приходят к нам даже, извините, поговорить просто, по-человечески общаться. Вступить к вам могут граждане не только Беларуси, ведь это же Советский Союз. Да, согласно уставу нашей организации, право даже не воины интернационалистов, любой гражданин Республики Беларусь, признающий устав, уплачивающий членские взносы, имеет право вступить в нашу организацию. Ну вот так вот, друзья. Если еще не вступили, приходите обязательно. Хотя бы для общения, как вы сказали. Да, для общения это тоже необходимо. Ну вот давайте тогда немножечко окунемся, скажем так, в ту дальнюю историю 30-летней давности. Вот как вас призвали? Откуда вы призывались? Было ли это сразу, как вот многие думают, да, 18 лет стукнуло, военкомат забрали и все и отправили в войска? Я, во-первых, призывался до того периода, когда началась эта вся военная операция. В 1976 году был призван в воздушно-десантные войска. Я сам белорус, с Могилевщины, но болью судьбы родители переехали в Россию. Я призывался оттуда в воздушно-десантные войска, служил год срочной службы и оттуда поступил в высшее пограничное военно-политическое училище в Горицыно-Подмосковье, оно находилось. После его окончания служил в восточном пограничном округе. Они у нас немножко с армейскими округами не совпадали. Служил. И потом в 1982 году был направлен в Афганистан, в мотоманевренную группу замполитам. Проходил на Малом Афганском Памире, такой сфорный боевой отряд был, Базай-Гумбат. С 1982 по 1984 годы. Затем опять служил уже в линейных, скажем так, частях пограничных войск. И в 1988 году, когда начался вывод советских войск из Афганистана, немножко была, так скажем, небольшая неразбериха. И по требованию, ну, так как наше руководство страны пообещало, что до определенного промежутка времени должно быть выведено 50%. Вот, вывели так быстро, в тревожном порядке, 201-ю дивизию, вот, из Кундуза. И оставили много там и снаряжение, и склады для афганцев. Ну, так получилось, что там начали подходить банковые мирования. И в связи с этим, и для обеспечения вывода, закрытия границы, ряд мотомневренных групп восточного пограничного округа были подняты по тревоге. И на самолетах были переброшены в среднеазиатский пограничный округ. И вот мне пришлось с одной из мангрупп в пиарском пограничном отряде, именно под Кундузом, стоять. Ну, там, Альчинский мост был, потом Шарханский перекресток на блоке стояли. И выйти мне пришлось именно 15-го числа, 15-го февраля 89-го года. Один из последних. То есть я на боевой машине пехоты по понтону переехал. За мной еще одна БТР переехала. Потом командир части с генералом перешли и тут же разобрали этот понтон. И все, границу на замок, так сказать. Да, и все было закрыто. На этом участке была граница восстановлена, так сказать, стала в своей рамке. Хорошо, это выход. Кстати, что почувствовали, когда вот проехали по этому полу? А вы знаете, только радость. И все же вот война оставляет какой-то отпечаток, еще что-то. Потому что когда мы вышли, нас расположили на линии государственной границы, в палатках жили, и вот выходишь на улицу и чувствуешь в своих действиях какое-то, ну, ненормальное. В своих действиях. А почему? Потому что становишься, стараешься достать спиной к стене, к полгу палатки, вот, чтобы смотреть, видеть, где огонек где-то замигал и так далее. Видеться ли по тебе стреба и так далее. И радость, конечно, радость. Встречались с цветами, большой, так скажем, до Стархан был накрыт граждан, ну, местным населением с цветами. Вот тут же была и баня, и большой стол, лоб. Ну, это да, Среднеазиатские республики, без повода там никуда. А когда шли туда, вы сами или вас направили? Это приказ был сверху руководству? Значит, ну, во-первых, мы были воспитаны немножко по-другому, и так как сейчас патриотизм у нас выплескивался за пределы, потому что мы все рождены, ну, вот мои свечники и кто постарше, мы были рождены, ну, небольшой такой промежуток времени после Великой Отечественной войны. Это было все еще живо в памяти. Мы хотели быть похожими на своих дедов, дедов. Пример был очень хороший. Да, пример. Вот. И, честно скажу, я сначала просился, но я, так как был еще молодой зеленый лейтенант, меня сначала не пустили, сказали, подожди, послужи еще. А потом так получилось, что, да, в приказном порядке я поехал. А второй раз, когда, то там вообще не спрашивали, ну, подняли по тревоге и отправили. А как родственники отнеслись? Ну, как? Вы знаете, вот второй раз, когда меня в это время мама гостила, и когда подняли по тревоге, ну, там, по тревоге-то подняли, ну, дали срок подготовить технику и так далее. И мать позвонила отцу в Брянск, там они жили. А отец матери говорит, а младшего его брат отправляли в Чернобыль. И вот вы, ну, конечно, вы знаете, это тяжело для матери было, для жены, для детей моих. И говорят, что вот вы военные, там, хорошо живете, пенсии у вас и так далее. Но ведь никто не знает, как приходилось нашим женам, как нашим детям приходилось. Не все так хорошо. Поймите, государство нельзя обмануть. Оно просто так, деньги никому не платит. Ну да, расскажите немного, вот, ведь наверняка молодое поколение, в частности, да, думает, ну, знают об афганской войне, знают о том, что призывали со всех республик Советского Союза, да. И у всех такое одно понятие, война и война. Но ведь Советский Союз-то, помимо того, что ввел какие-то боевые действия, там, с банформирований, он же еще и помогал восстанавливать государство. Конечно. Я вам, в силу того, что я бывший пограничник, и это уже не секрет, что именно пограничники осуществляют охрану посольства за границей. И после уже этих событий наши ребята служили в Кабуле, да, при посольстве и так далее. И вот я вам скажу, их мнение, они, когда возвращались, они говорят, что сейчас они, афганцы, с болью и с ностальгией вспоминают шуравей русских. Ну, почему? Потому что, да, мы оказывали не только, воевали там с банформированиями, но и оказывали, вы правильно сказали, большую гуманитарную миссию выполняли. То есть и техникой мы помогали, и оборудованием. И я вам приведу пример, вот как раз 15-го числа, нет, 14-го февраля, приведу вам такой пример, что мы уже были готовы покидать Афганистан. И навстречу нам, мы шли в колонне, навстречу нам шла колонна техники нашей, наши белорусские трактора, Беларусь, танки, боевые машины, пехоты, БТР, новенькие, вот поступали туда. Даже когда мы уходили, мы их, правительство Афганистана, мы оказывали им помощь и так далее. Могу привести еще примеры, много того, что даже детям, вот был случай у меня, перед моими позициями находилась, ну, не шла кашара, так называем, вот. Жила там одна семья, оборили ребенка, и вот мать с маленьким ребенком, ну, сколько ему, наверное, даже года, наверное, не было, он обварен, и полтела в ожогах, она прибежала к нам, оказывайте помощь. Вот я вышел на командование Монгруппы, и приехал врач наш Монгруппы, вот он обработал все эти раны и так далее. То есть это все. Ну вот, да, еще такой вопрос небольшой затронем, вот говоря о том, что, ну, говоря о войне афганской, мы зачастую забываем и тех, кто еще с вами воевал, это, конечно же, прекрасные женщины. Да, я вам скажу, что об этом вообще очень мало говорится, очень редко говорится, хотя мы благодарны им, большой контингент женщин участвует, и вот в частности в нашей организации целый ряд женщин, которые прошли через Афганистан. Две из них, вот, Большая Валентина Михайловна и Матвеева Нина Ивановна, являются членами Совета нашей городской организации. Обе старшие прапорщики служили, ну, правда, они служили в действующих, так скажем, подразделениях, но в штабе вот Большая Валентина Михайловна была ответственным исполнителем отдела кадров инженерного управления торговой армии. Матвеева Нина Ивановна, начальник учетно-оперативной и финансовой части в Кандагаре была, медики, вот я могу привести, Гайшун Мария Евгеньевна, она служащая Советской армии, была в Афганистане, в Баграме, медсестрой отделения анестезиологии и реанимации, вот. Майнина Мария Вячеславовна, тоже старшая служащая, служащая Советской армии, старшая операционная сестра хирургического отделения, в Кундузе проходила службу. И целый ряд других женщин, и мы им благодарны, потому что они спасали жизни нашим ребятам, да и вообще, как-то скрашивали наши... Александр Александрович, у нас буквально минута до финала программы, вот камера, вам слово, всем вашим коллегам, сослуживцам, друзьям. Ну, во-первых, хочу поздравить вас с этой датой, 30-летием вывода из Афганистана всех своих товарищей, да и вообще всех, у кого были родственники, находились там, прошли через это горнило. Пожелать здоровья, счастья, успехов, благополучия. Спасибо огромное за интересную беседу, вас тоже с этой знаменательной датой, да, всем ветеранам здоровья, всем нам мирного неба, что в последнее время очень, мне кажется, актуально, и пусть у нас все будет всегда хорошо. Спасибо большое. Ну, а я напомню, что в гостях у программы «Разговор по-мужски» был заместитель председателя Гродненской городской организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Александр Зуевич. Увидимся на Гродно, плюс и услышимся здесь на МФМ. Субтитры сделал DimaTorzok